Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Так ежедневные награды за лигу сёгу на три звезды забрали. Так открываем колоду. Так нам здесь ничего не выпадает, только 5 баксов. Кстати 1236 долларов, значит мы с тобой можем купить порталы. Опа, нормально. Так здесь забираем награду и смотрим что у нас дальше. Пройдите все испытания, побежали короче. Пробежимся, мы кстати уже на втором круге, как я говорил ранее. Второй круг это очень хорошо, значит скоро мы заберем все награды, все сундучки. Так змейка вьюм, давай-ка мы тебя укусиком, так постепенно уровень повеселее, это хорошо. Теперь попробуем ракетами шваркнуть его. Ну в принципе вот это тоже ребята неплохо, да? Они не смогут себя как-то пробафать или еще что-нибудь. Я вот единственно не знаю запрещает ли вот это вот антииммунка хиляться? Вот это вот интересный для меня вопрос. Так ну что, давай наверное укусик сделаем все-таки на Шреддера. Тут давай так сделаем, бафнемся. Давно мы это не применяли. Ич, такой пощечину получил. Жалко вертушки нету, очень жаль. Но Шреддер тут уже не жилец, понятное дело. Ох ты, массовая атака и накладывает при этом еще с этот понижение меткости. На тебе. Рок, кстати, пробивным. Бакстер. Своей клещной, как говорится, звезданулому. Ну что же, серию испытаний мы прошли. Дальше ищем, наверное, нужные для нас элементы. А именно... А именно на... Так, уже головой это сможешь? Нет. Не хватает мутагена, чтобы нам прокачаться. Ладно. Ищем нашу змею-карай и давай-ка. Мы прокачиваем с тобой пассивку, да? Четыре ячейки силовые крынгов. Нужно найти. Как всегда, нам не везет. Одна. Одна выпала, значит, еще... Еще три. Уже две. И последнюю. Давай-давай-давай, не жмись. Последнюю силовую ячейку крынгов нашли. Ну что, прокачиваем до четвертой ступени. Замечательно. Так, а здесь две катушки с пленкой. Доска для серфинга. Опять доска. Вот катушка и еще одну. Так, две катушки. Две катушки мы нашли и получается, что нам нужно еще найти вот этих 12 номеров. Так, задание выполнено у нас? Да, выполнено. Поэтому номера уже будем другой серии искать. И поднять уровень персонажа. Ну, соответственно, пока у меня мотогена мало, я не смогу ничего сделать. Так, переходим теперь в поединок. Девичья сила, классическая бойня. Вот здесь попробуем вытянуть нашего бибобчика. Поехали. Это не то. Так, тут жетоны. Баксы. Есть. Бибоб найден. Так, теперь здесь. Да какой комикс? Зачем мне ваш комикс? Маяк этот дают. Давайте что-нибудь посущественнее. Опа. Бибобчик еще один выпал. Оба-на. И Рок следит собственной персоной. Так, теперь здесь. Теперь здесь будем искать. Так, 25 жетонов. Донателло, блин. Опять жетоны. Осколки. Так, последняя попытка. И 2 доллара. Блин, ну все равно, ребята, неплохо мы собираем. Блин, вот мне, чтобы вместо Донателло выпал кто-нибудь из них. Я считаю, здесь двойку, да? Вытащили здесь двойку. И здесь. То есть, 4... А, нет, здесь у нас Донателло. То есть, получается, мы вытащили... Так, 4 бибоба, да? И 2 рок следи. Нормально. Ну что, идем на турнирную арену. Ну, как ты видишь, Лига Самураев, ребята. На ранг 21 все-таки скинули. Причем быстро, очень быстро скидывают, конечно, тут. 49, 51. Ага, уровень против нас здесь выступает. Давай-ка попробуем пока на равных, ребят. Сыграть. Ну, почти на равных, да? У нас 55 уровень, у них 50. Не забывай, что у них скиллы прокачаны наверняка. Круче, чем у нас. Вначале сделаем дебаф. Наверное, сейчас будет очищение от Микеланджело, я так понимаю. Но мы успеем их немножко помурыжить перед этим. Угу. Ну, неплохо. Так, этот бросает в меня свою бомбочку. Да, этот делает очищение. Ну, я не удивлен. Вообще, не с куречка. Да ладно, блин, а вот хилл. Хилл я, конечно, не ожидал, что будет. Ладно, запускаем волну. Уф. Оу. Здесь еще давай-ка вот так вот массовую, наверное, влупим. Так, постепенечко еще повесилось. Но не уничтожило, как ты видишь, Леонарда. Блин. Давай-ка мы сделаем вот так вот. С эффектом провокации. Плюс, кто нам здесь мешает? Наверное, уничтожим урок, кстати, потому что он может свою горелку достать и прожарить нас тут всех. Дальше. Ну, давай вот так вот. Этого Микеланджело фильм уничтожаем. Не уничтожили. А если так? Окей. Плюс, хильнемся. Конечно же. Тут лучше подкрепить здоровье. На тебе. И остается лишь добить майки. Все. Вот такой вот получился у нас поединок. Опять же, ребята, было все очень опасно. Не будь у нас провокацией или еще что-нибудь, да, или того же самого хила, нас бы тут забомбили. Такс, ну, а мы двигаемся дальше. 15-19, я смотрю, здесь у нас есть. И 47-й, 50-й уровень у наших противников. Поэтому, Кирби, Рафаэль, Саблезуб. Возьму морозилку. Нет, морозилка не надо. У нас есть Кирби хилищий. Возьму Рафаэля и возьму майки. В этой команде у нас все есть, кроме, наверное, Таунта, да? Получается, у нас есть массовик, есть хиллер. Здесь надо уничтожать, соответственно, в первую очередь, Пита. Вопрос в другом. Смогу ли я, успею ли я бомбить его? Да и дебаф, как ты видишь, не особо хорошо упал на них. Что, Звердовый Крик, наверное? Да, пока хиляться не будем. Буду применять массовые атаки. И, Пит упал. Так, Роквелл защиту берет. Бросаем этот холодильник. Крич. Ну что, Доня, ой, со своим Крит. Это уже тебе не поможет твоя Критовка. Хотя, Ванюша, да-да-да-да-да. Ванюша с пулеметом. Так, минус. И здесь, наверное, все-таки... Ой, не то, ребят, не то сделал я. А давай хибнемся, фиг с ним. Раз пошла такая пьянка. И... Да ладно, Арфель, ты серьезно? Да ну нафиг. Вы издеваетесь. На нем было уклонение, и я просто-напросто мазал. Я не смог с ним ничего сделать. Мои удары пролетали мимо. Так, ладно, друзья мои. Мы переходим с вами в Лигу Сегунов. Пока только лишь первая звездочка. Но это только начало у нас. 15-20. Я хочу попробовать. Может быть, дадут мне? Точнее, 15-19. А я хочу получить 15-20. Ну, нет. Не дают. Ну что же, не даете, как хотите. Возьмем тогда вот это вот. ЕАЕА. Какой-то непонятный никнейм вообще. Набор буквок, да? 47-й уровень. Абсолютно, ребята, наш клиент. Абсолютно. Возьму сюда массовика-затейника. Плюс ускорителя. В виде Монда Гека. Именно он ускоряет команду. Поиграю почему-то на своей доске. Так, Рафаэль, давай. Влупляй. Слабенько как-то. Опа, давай-ка мы сделаем. Запрет на хил. Одного еще и уронили. Плюс сбросим баллончик тогда уж. Ну, куда ты прыгаешь? Куда ты прыгаешь-то, а? Слушай, Леонард даже опасный, чувак. Опасный. Попробуем его сейчас пробить. Упс. Вот-вот-вот. Именно вот про это, ребята, очищение я имел в виду. Тогда ловите в плюшку. Достаточно одной плюшки было, чтобы их добить. Да у них там хп-то было нарасплюнуть и все. Такс, ну что, с 80-й позиции мы перемещаемся на 57-й. Даже так. Ну-ка, давайте мне 15-20, а? Вот, было-было-было. Вот эта вот спешка постоянная моя. Нажать вот сюда на обновить. Надо было вначале посмотреть хорошечно. Так уже, ребята, по привычке. Нажимаешь, ролишь. Вот, все-таки нашли. Нашли. Ну что, тут я смотрю 52-й, 54-й уровень противников. И поэтому здесь нам надо будет взять... Блин, Пит, а зачем мне Пит? Ладно, пускай будет Пит. Пускай будут у нас... Маузеры здесь. Так, так, и вот так. Погнали. Блин, Эйприл здесь. Ну, естественно, естественно, Микеланджело самый первый ходит. Потому что инициатива. Тут все понятно. А моя задача сейчас, как бы, уложить здесь Эйприл. Ну, что-то мне подсказывает. Вряд ли у меня получится. Сейчас мы пробомбим, а она одним своим хилом всех залечит. Ведь так? Ну, конечно, Эйприл. Конечно, именно так. Мы массовые атаки потратили. Плюс они защиту берут. Вот-вот-вот начинается, короче. Массовые атаки. Тоже не дурачки. Ох. А что так дофига-то? Так, Рокс, иди. Ну-ка, бери. Блин, провокацию не можем взять. На нас вон что повесили-то, оказывается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята. Хе. Да фига ей уже эту Эйприл бомбить, ребята. Уже нету никакого смысла, если честно. У нее все равно хила не будет. Да. Они плюс еще под защитой здесь стоят. Сюрики пошли в бой. Боюсь, сейчас Леонардо потеряем. Нет, Пита в первую очередь. Потом Леонардо, да? Вот тебе и уничтожил, ребят, своими силами. Я еще раз повторяю. Это невозможно сделать, потому что, ребята, они играют не по-честному. У них хоть и уровень, пускай даже и поменьше нашего, но скиллы у них прокачаны по полной. Потому что бомбят они, ну, нереально. Ты, я не могу даже пробить эту Эйприлу. Вы серьезно, блин? Я бы не бомблю, бомблю. Вот, только с какой попытки? Извините меня, ребят. С какой это попытки было? Минус майки сейчас будет у нас. Это 100%. Смотри. Я бью-бью по барабану. Я боюсь, даже здесь у нас никто не выживет. Да как ты... Пес ты шелудивый. Ну как ты выживаешь, а? Видишь? Только защита, ребята, спала. Все, сразу же начали падать. Да. Кролики, блин, со своей атакой вообще дешманское все у них. Они что-то тут расколбасит. Он опять повесил свою защиту. И, соответственно, ребят, мы даже не сможем здесь ничего сделать. Замедление еще повесили. Вообще никуда не годится, а? Да, бедный мой Рокстеди, а? Ты посмотри, что вытворяет. Потому что замедление. Трэш. Короче, слил я этот поединок вообще полностью. Называется, поиграли на равных. Угу. Вот именно из-за этого, друзья, меня и бесит. Почему я все время беру отряд намного сильнее. Ну, тут захотел, блин, на равных поиграть. Видимо, забыл, что такое отхватывать звездюлей. И, видишь, на расслабоне решил. Ну что, будем мстить. А мстят, ты знаешь, у меня сразу начинается жестокое. Я сразу начинаю с козырей ходить. Все, натерпелись, как говорится. Ну что, Донателло, вшивай. На, получи. Че вы не улыбаетесь-то, а? Где ваша улыбочка-то? Я не вижу. И так будет теперь с каждым. До победного будем идти. А то, видите, оборзевшие вообще в корень просто. Просто в корень оборзевшие. Так, 15-20. Давай теперь возьмем Бакстера. Раз, два, три, четыре. Вы видели сами, да? Я хотел, ребят, по-человечески, по-нормальному поиграть. Но, видишь, раз они не понимают этого, будем тогда кардинально, как говорится, менять наши правила игры. Идеальная победа. Еще бы она была не идеальная. Ну что, перейдем? Нет, еще пока. 14-я позиция. 15-20. И этот майки тут тоже, ребят, не поможет. Пускай даже не обольщается. Раз, два, три, четыре. Сейчас с одной вертушки, они все тут упадут. Ну что, поехали? Замечательно. Все чеки-пуки. Чеки-бомбони, да? Вот так вот, скажем даже. Все, вон, две звездочки в кармане. 89-я позиция. Так, поехали. Возьму здесь Донателло и, пожалуй-ка, Зека. Донателло и Зек. Раз, два, три. А на остальных ребят можно практически не обращать внимания. Самое главное, кто у нас из хаев идет. Это Зек и Дони. Бросаем бомбочку. И Дони, надеюсь, пробьет всех. Да, у него все хорошо получается. С более-менее слабыми противниками и на добивке Донателло это топчик. Ну, а мы продвигаемся. Давай 70-ю. Ммм, 68-я даже. 16-21 уже. Так, Крэнк, пора, пора тебе выходить. Нечего там засиживаться. Раз, два, три, четыре. Ну, тут и вот, ну вот, достаточно будет. Сейчас получим с технодрома, бомбанем, и все будет шикарно. Так, потираем лапки. Перичь. Как сосунков. Просто разбомбачили. Окей, мы продолжаем продвигаться. Очень быстро причем. Уже 47-е место. Так, подожди, было уже 16-21, я помню, да? Высвечивалось. Не надо мне говорить, что 15-20. Так, стоп. Вижу. Здесь, ну, здесь, наверное... Блин, усаги одного, наверное, не хватит. Ну, давай, кожеголову для прикрытия возьмем. Раз, два, три. Так, ну что, мы усаги прокачали, да? До седьмой ступени его. А массовую атаку. Давай, наворачивай. Опа. Блин. Только лишь на одного повесил постепенку, но кожеголову нас прикроет. Замечательно. Еще пару боев, и мы уже перейдем в Лигу Сюгунов. Три звездочки. Опа, 25-е место. Так, 16-21. Ну, тут Микеланджело. Ладно, возьмем Макмана и Ваньку Стиранко. Так, Майки, интересно, здесь будет первым ходить или нет? 59-й. Ну, грубо говоря, 60-й уровень против, например... Нет, не будет он ходить первым. Не настолько у него крутая инициатива. Да, чтобы против моих соточек здесь выступать. Ну, и по делам ему. Ну, а мы двигаемся дальше. Так, сейчас будет, наверное, 10-е, 15-е. Оу, 4-е даже. Вот это вот, вот это вот меня, ребята, радует. Давай-ка, наверное, сделаем так, так. Шреддеры я брать пока не буду. Справимся вот этими. Я взял специально Рафаэля и Майки. Ну, потому что у них нет массовых атак. Они как бы идут одиночки. У них нет массовой атаки. Это, конечно, очень бесит. Давай возьмем провокацию здесь. Проникающий. Да, в плане, ты даже до не смог бомбануть. Ну, Крис. Какого фига ты? Этот теперь бежит партизан. Конечно, на тебе. Хе-хе-хе. И минус лев. Все, шикарно, не справились. Я так понимаю, что мы сейчас переходим уже на новый ранг. А это Лига Сегунов Три Звезды. Интересно, нам хватит перейти до Лиги Мастеров? Такой вопрос меня сейчас почему-то стал интересовать. Мне бы, честно, хотелось бы перейти. Но, судя по тому, сколько у нас персонажей осталось, вопрос становится, ребята, интересным и актуальным. Сможем или нет? Нужно здесь где-то поединков 5 провести. Грубо говоря. 5 поединков для того, чтобы перейти. Хватит ли у меня персонажей? Вряд ли. Это должно быть... Сколько? 5 поединков по 5. 25 персонажей в откате. Или в свободном доступе. Вряд ли. Столько я наберу. 16.21. Ну, давай возьмем этих. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. То есть, грубо говоря, еще 3 поединка. А мне нужно было 5. Ну, 1 отыграли, 4, да? Ну, если только подкат у кого-то брать, как вариант. Ну, например, Шреддера там в помощь. То возможно. На тебе, Рохоу. Ну-ка. Блин, там Эйприл стоит. Надо было ее шваркать. Вон она. Она же сейчас схиляться будет. Не, не успеет. Она не успеет. Так, Дуни. Махаешь тут, да? На тебе. Ну-ка, посмотрим, куда же мы перейдем. На какую позицию. 64-я. И становится 46-я. И становится 46-я. Так, может быть, все-таки дойдите мне 16-20. Во, есть. Здесь делаем проще. Берем Шреддера. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, четыре. Ну да, это второй. Даже третий поединок. И там будет четвертый. Все равно не хватит. Буквально чуть-чуть не успеем допройти там. Ну-ка. Молодец. Ну что ты, что? Куда ты собрался? Блин, он еще заблокировал мне способность. О-о-о. А если плечом? А если топориком? Да ладно, что это за слабый? Ты тихо! Сейчас еще, блин, до Нателло видение мне уложат, а? Доник, какой же ты слабенький, а? А еще танк. То есть провокатор таунт. А его там бомбят. Итак, двадцать седьмое место. У-у-у. Уже точно, ребят, не получится. Ну что, мне не дадут, что ли? Шестнадцать-двадцать-два. Все запретили, блин. Что за игра? Вот. Выдали. Выклинчил, даже скажем так. Раз, два, три, четыре. Слушай-ка, а может быть еще и попадем. У нас еще один поединок будет. Так, уже интересно. Ну понятно, Шредер тут удаляет. Плюс паутинку. Выиграли. И смотрим, куда мы сейчас приземлимся. Отсюда уже будет сразу видно, сможем перейти или нет. Если четырнадцать стоит, то сможем. О-о-о, ребята, Лига Мастеров все-таки будет нами сегодня достигнута, оказывается. Чему я чрезмерно рад. Так, нам нужно еще один откат сделать. Давай это будет Усаги. Пускай это будет у нас Усаги. Так, эти стоят у нас тут, да? Довольные. Поехали. Поехали. И добиваем. Все. Ну что, больше поединков на сегодня, ребята, у нас не намечается. Естественно. Переходим ведь так. Лига Мастеров одна звезда и девяностая позиция. Единственное, что мы можем, наверное, прокачать. Угу. Так, Кожеголовый, иди сюда. Девяносто четвертый уровень получает у нас Кожеголовый. А что у нас там по пиццам? Что у нас по пиццам? Я не знаю, ребят. Давайте, наверное, попробуем найти, насколько сможем, этих автомобильных номеров. Нам нужно было 12 штук. Пока вообще не выпадает. Ты серьезно? Да быть такой может, этот номер должен выпадать. Вот. Раз. Два. Наконец-то пошло. Да вы издеваетесь, блин. Раз, два, и все, что ли? Три. Четыре. Пять. Ну что, шесть номеров мы нашли. Это уже, ребят, неплохо. Нам останется еще ровно столько же найти. И забираем здесь наши награды оставшиеся. Все, друзья, все. На этом будем сегодня закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok